Девушки отдыхают Девушки отдыхают Девушки отдыхают Девушки отдыхают Такую же ошибку у нас допустила Лили Аллен Но у нее на самом деле макияж Который для меня до сих пор остается загадкой Потому что такое впечатление, что перевернули верх тормашками И на нижние веки нанесли Больше блестящих теней, чем на верхние Здесь говорить о маскировке Синяков не приходится, потому что Они полностью тенями закрыты И это другая типичная ошибка, которую иногда Девушки пытаются Закрыть синяк под глазами при помощи теней То есть тени на нижнее века, тем более перламутровые Наносить вообще нельзя? Да, есть такое убеждение, что если девушка делает смойки Но сколько там того синяка Чуть-чуть жирнее снизу смойки подтушу И будет нормально Тоже недопустимо Синяк вы таким образом не закроете Вы только опустите глаз ниже И он потеряет форму Другая ошибка Сочетание светлого консилера под глазами С яркими румянами и ярким макияжем глаз Получается такой черно-белый рисунок У нас белые пятна под глазами Черные глаза и красные щеки В итоге получился у Евы Лангории Великолепная актриса и красотки Не очень удачный макияж Не используем чересчур светлый консилер В сочетании с насыщенными румянами И ярким макияжем глаз Другая ошибка, которую допустила Кэти Холмс Она попыталась скрыть сняки под глазами При помощи румян Просто подняла их чуть-чуть выше И на мотив японского классического макияжа Нанесла их на верхнюю часть щеки И немного на висок Получился эффект уставшего избитого лица Поэтому не используйте красные румяна Если вы не маскируете круги под глазами Уж тем более не используйте их на мотив кейша В этом случае, в силу того, что кожа у нас насыщенная по цвету У нас использовано насыщенного цвета помадой блеск для губ Эти же румяна нужно было в небольшом количестве нанести ниже И все-таки замазать круги под глазами Потому что здесь мы видим явно темные пятна Другая типичная ошибка, которую иногда допускают девушки Которую допустила Дженнифер Лопес Одновременно мы пытаемся высветлить кожу И замаскировать синяк Маскируется только тот синяк Который по цвету у нас в итоге совпадает с нашей кожей Когда у нас вот такое белое лицо И мы еще более светлый консилер пытаемся нанести Это добавляет возраста И возникает эффект уставших глаз Потому что цвет белка глаза не гармонирует с цветом, который мы нанесли под глаза И получается вот такой вот уставший вид, как у Дженнифер Лопес Во-первых, не пытаемся одновременно высветлять кожу и маскировать синяк Подбираем консилер такой, чтобы он совпадал по цвету с тональным кремом А тональный крем мы подбираем близкий к цвету кожи И осталась Шерон Стоун, который обычно выглядит великолепно Но не в этот день, потому что она переборщила с дымчатым макияжем глаз Причем нанесла его не очень корректно Обычно стараются нанести этот макияж таким образом, чтобы к внешнему уголку глаза объем был больше, чем к внутреннему Чтобы глаза у нас визуально вытянулись и приобрели миндалевидную форму А здесь она наоборот нанесла арочным методом Макияж получился симметричный И за счет этого подчеркнулись замазанные мешки под глазами Что же нужно было сделать, чтобы этого плохого эффекта не было видно? Можно использовать дымчатый макияж, но он должен быть не такой насыщенный Это должен быть более светлый, более легкий цвет Такое большое количество серых теней ни в коем случае не наносится у нас близко к переносице Потому что круги у нас здесь имеют максимальную концентрацию Здесь самое темное место И оно как бы получает визуальную рифму и усиливается, даже если вы хорошо его замазали То есть нужно было легче и чуть посветлее цвет взять Спасибо, Рома В общем, мы окончательно убедились в том, что если мы маскируем круги под глазами То особый должен быть макияж Чтобы ошибок не было заметно И давай сейчас на практике поучимся, как это делать Да, у меня есть модель Ирина, которая поможет нам Встречайте Ирину Здравствуйте, Ира Очень приятно Присаживайтесь, пожалуйста Для начала мы все-таки подготовим немного наши синие круги Я нанесу совсем-совсем легкий хайлайтер Для того, чтобы немного высветлить кожу И вы видите, что в таком состоянии Круги под глазами не становятся менее заметными Просто кожа становится чуть более гладкой, чуть более аккуратной Главное тщательно растушевать хайлайтер по периметру Чтобы он плавно переходил у нас в ламиана Плавно переходил в тональный крем Мы не закрываем полностью пигментные пятна Мы не закрываем какие-то несовершенства, которые есть на коже Мы просто в целом кожу чуть-чуть высветляем На верхнее веко наносим базу для теней Это немножко у нас выравнивает цвет кожи на веке Таким образом тени лучше ложатся И это слой, который поможет нам потом легко смыть макияж Если у вас нет базы под тени специальной То вы можете использовать тональный крем Либо можете использовать пудру, если у вас жирные веки Это предотвратит скатывание теней Как мы подбираем цвет основы для теней? Она, как правило, идет одного цвета Сейчас ты нам показываешь повседневный макияж, да? Да, да Затем мы наносим бежевые светлые тени на всю век Если у вас голубые глаза, то лучше выбрать более теплый вот такой вот оттенок Если у вас карие глаза, либо серые, можно взять более холодный оттенок Тогда цвет, который мы подберем, будет смотреться интереснее и эффектнее Какие тени нужно брать? Перламутровые, матовые, мокрые? Что выбрать? В качестве основных должны идти вот такие вот матовые сухие тени Они у нас подготавливают века И затем макияж, который мы будем наносить сверху, будет легче ложиться, легче тушеваться Я делаю это все разными кистями Но, в принципе, все можно выполнить вот такой вот кистью из натурального ворса для теней Ее производитель, в принципе, особого значения не имеет Главное, чтобы ворс был достаточно густой, кисть была достаточно плотной Она может стоить от 40 гривен и выше Затем мы применяем элемент, который мы уже использовали в корректирующем макияже для нависающего века Для того, чтобы глаз визуально раскрыть и поднять немножечко верхнее века Для того, чтобы сообщить глазам здоровое, свежее выражение По косточке, беря чуть выше складки, наносим небольшое количество серых теней Чем плотнее вы замазали синяк, тем легче должен быть макияж сверху И снова ты пользуешься матовыми тенями Да, снова я пользуюсь матовыми тенями Но перламутровые мне понадобятся для того, чтобы поставить акцент под бровью Это значит полоска бежевых блестящих теней, которые наносятся под бровь Для того, чтобы бровь оттенить, чтобы она у нас выглядела ярче, эффектней Затем мы берем нашу любимую гелевую подводку У Ирины у нас голубые глаза, поэтому мы берем подводку серого цвета Я беру тоненькую кисточку скошенную Если вы хотите тоненькую, аккуратную стрелочку, то вы вот именно такой кисточкой ее нарисуете Потому что карандашом все-таки так тонко может не получиться Мы набираем небольшое количество подводки И по правилам, которые нам уже известны, от внешнего края глаза к внутреннему Аккуратно рисуем стрелку, толщина которой должна быть какой? До 4 мм Стрелочка здесь совсем легкая Хитрость ее в том, что она не выходит за пределы глаза Вот это сочетание цветов и текстуры теней, о которых нам говорит Рома Действительно делают взгляд более свежим Я подправил, подвел подводку прямо к внутреннему уголку глаза Тоненькой-тоненькой линии И таким образом глаз приобрел четкую графичность Все изменения, которые с возрастом происходят с глазами Связаны с потерей графичной формы, которую мы имеем в юности И сейчас можете видеть контраст между глазом до макияжа и глазом после макияжа Нижняя века в данном случае мы оставляем, ничего не делаем Так как у нас глаза довольно-таки светлые Если у вас карие глаза, вы можете небольшое количество подводки добавить Чуть-чуть во внешний уголок, но не больше, чем на треть глаза Мы не растушевываем ничего вниз по нижнему веку Потому что вот эта граница растушевки Она у нас будет только акцентировать внимание на замазанном синяке Единственное, что мы можем себе позволить, это подкрасить реснички И, возможно, пройти с тенями по линии роста ресниц А что же мы делаем с нашей любимой тушью для ресниц? Относительно туши можем практически себя не ограничивать Вот посмотрите, вы видите разницу? О-о-о, да Легкий макияж, который можно самостоятельно выполнить дома за несколько минут Действительно дает сильный, омолаживающий, освежающий эффект на глазах Ирочка, вам какой глаз больше нравится сейчас? Правый или левый? Ну, естественно Правый А вам? Действительно эффект достигнут Очень свежий взгляд и прекрасно выглядит Итак, для того, чтобы скрыть круги под глазами Недостаточно просто замазать их Нужно еще учитывать некоторые особенности макияжа Макияж не должен быть чересчур ярким, чересчур контрастным, чересчур перегруженным Тогда он только акцентирует внимание на замазанном пятне Но при этом, если вы правильно сделаете макияж, коррекция под глаза может быть совсем легкой Как здесь, мы нанесли прозрачный легкий хайлайтер, который только чуть-чуть высветлил кожу Он не замазал плотным слоем недостатки Но макияж верхнего века, это бежевые матовые тени в основе Это небольшое количество серых теней, нанесенные выше складки для того, чтобы визуально поднять век и открыть глаз Небольшое количество перламутровых светлых теней, нанесенные под бровь Для того, чтобы сообщить выразительность брови, для того, чтобы подчеркнуть рельеф века И затем тоненькая стрелочка Спасибо, Рома! Весь секрет гармонии Сегодня мы научились с вами делать правильный макияж глаз Который поможет скрыть круги под уставшими глазами Оставайтесь у меня в гостях Все советы наших экспертов нам с вами на пользу